итак будем говорить о увольнении с точки зрения работодателя но опять же не все только четыре случаи раз мы просто все это практически целый день там много и везде куча нюансов поэтому и так есть немножко обо мне я являюсь действующим руководителем кадровой службы и заодно делюсь своим опытом с коллегами мы будем с вами говорить о расторжении трудового договора с точки зрения работодателя инициативе работодателя то есть это 81 статья трудового кодекса российской федерации то есть именно по этому основанию потому что по этому основанию больше всего различных проблем и судебная практика достаточно большая давайте вспомним что у нас подходит под 81 статью я буду нажимать подвозь первую статью сейчас прям там много оснований итак первое основание это ликвидация организации или прекращение действия когда все ликвидации никого нет все фирма ушла уничтожено все ничего никого нету тут в принципе дальше сокращение численности штата работников организации несоответствие работника займаемой должности или выполняемой работе среди достаточно квалификации то есть это по результатам аттестации то есть по результатам аттестации мы также имеем право уволить работник смена собственника имущества но по инициативе работодателя это может быть только в случае с руководителем заместителями главным бухгалтером то есть новый собственник организации пришел компанию он вызвал товарищей сказал уволит все и по этому основанию в любой день все но только руководитель организации замы и главные бухгалтеры это только у нас написано здесь нету здесь нет сегодня там завтра пиши нет нету слова пиши оно увольняется по основанию что собственно здесь нет желания работника здесь желание только работодателя в любой день все но только руководитель организации замы и главный бухгалтер обычный работник он так не может поступить руководитель генеральный директор здесь имеется ввиду собственник то есть обычный работник от этого защищен то есть обычный работник сам имеет право уволиться на этом основании но только сам его уволит собственник там не имеет право дальше неоднократное исполнение работникам за это причин трудовых обязанностей если он имеет дисциплинарное взыскание вот это мы сегодня будем с вами об этом разговаривать однократные грубные нарушения такие как прогул то есть отсутствие на работе тоже сегодня поговорим о нетрезвом состоянии появления работника на работе если комиссия по охране труда установила нарушение работника требовал охраны труда если она повлекла с собой тяжкие последствия либо создавала реальный угроз наступление таких последствий дальше седьмой пункт это совершение виновных действий работникам непосредственно обслуживающих денежные товарные ценности если это дает основание для утраты доверия то есть утрата доверия но это касается только тех кто обслуживает материальные ценности в основном это те с кем есть договор о мат ответственности дальше есть пункт 7.1 недавно появился непринятие мер работников предотвращение конфликтов интересов то есть это вот такой большой пункт который я пока судебную практику сильно не видел восьмой а моральный поступок не совести с продолжением работника на данной работе в основном касается педагогических работников то есть там понятие морального поступка оно есть причем здесь неважно оно в школе или дома от этого не зависит приятие на обоснованное решение руководителям организации которое повлекло за собой нарушение сохранности имущества неправильность пользы или ущерб принесло однократная группа нарушителям организации своих трудовых обязанностей то есть если у работника не однократно то есть должна быть система то достаточно работа руководителю или заместителю один раз нарушить свои обязанности в момент права его уходить дальше предоставление работникам работодателю подложных документов при заключении трудового договора здесь огорчу что если вам дали к примеру там диплом который выяснил что он поддельный но к функции работника он не имеет никакого отношения просто у секретаря диплом медсестры то поэтому с вами вы не уволите то есть этот документ должен являться одним из оснований принятия человека на работу если у водителя к примеру подложено водительское удостоверение тогда да а вот у меня было пенсионное удостоверение можно а вот у пенсионного удостоверения как влияет на прием его предъявляют при приеме на работу но это является как здесь тяжело бы просто у вас пенсионный отчет не пойду ну я бы сказал нет дальше в случае предусмотренных трудовым договором с руководителем организации что то еще написано в трудовом договоре то что можно по закону ну и в других случаях если это там по федеральным законам то есть вот у нас 14 пунктов 81 статье по которым работодатель имеет право расторгнуть сам трудовой договор с работником по большому счету не спрашиваю его желание да в втором порядке до свидания а я вам сказал к примеру водительского удостоверения а еще пункт 12 где-то пункт 12 потерял пункт 12 а пункт 12 утратил силу у нас тратил силу в 2006 году поэтому его и нет вот ну к примеру опять же берем диплом медицинской сестры медицинская сестра вы приняли на работу медицинскую сестру у него должен был effort илиikel интерес от установки просто в буду papel потом оказалось что он поделит вы имеете прав владелец это документы на основании которых вы приняли решение о приеме данного работники который требуется электромонтажник у него есть диплом электромонтажника он оказалось подделим то есть вы не имеете права допускать этого к работе там еще что-то такое а если это просто диплом а он никакого отношения к его работе не имеет его отсутствие или наличия ничего не играет роли То есть это общие основания по 81 статье. Более конкретно будем говорить, начнем о увольнении работы на соответствие работника занимаемой должности, если это результатом отстаться подтверждено. Первое, что здесь можно сказать, что соответствие квалификации или фактической работникам определяется аттестационная комиссия проведения аттестации. То есть если мы хотим человеку уволить по этому основанию, у нас должно провестись аттестация. Это единственная оценка персонала, которая у нас позволяет человеку уволить на законных основаниях. Для того, чтобы нам, работникам, по этому основанию провести аттестацию для увольнения, первое, что нужно сделать, это подготовить какой-то локальный нормативный акт, который определяет порядок проведения аттестации в нашей компании. То есть локальный нормативный акт должен быть разработан в компании, с локальным нормативным актом работник должен быть знакомым под подписью. Обязательно. А у нас со всеми локальными нормативными актами работник должен быть знакомым до приема на работу. Но может быть такая ситуация, что вы решили проведить аттестацию в вашей компании, к примеру, вот сейчас. Но все равно работники должны быть ознакомлены под подписью. До того, как это будет введено в действие. Соответственно, должно быть под подписью доведено. Издаем приказ о проведении аттестации и доводим его работникам. В общем, случай, как практика такая, это за месяц происходит, до начала аттестации. Формируем аттестационную комиссию. Их может быть несколько аттестационных комиссий в зависимости от направления действий. Подготавливаем документы, которые необходимы для аттестации, производственные характеристики, копии документов образования, повышение квалификации, какие-то там служебные задания, отчеты в выполнении. Если были какие-то нарушения по трудовой дисциплине или невыполнение каких-то заданий, то мы берем докладные, объяснительные записки. Все, что касается работы работника. Здесь его личные характеристики не волнуют. Только то, что касается профессионализма. Потому что по результатам аттестации мы должны доказать, что работник не соответствует занимаемой должности. А не соответствует занимаемой должности означает, что работник не выполняет требования, не достаточно квалифицирован, что ему положено делать по тем обязанностям, которые прописаны в договоре должностной инструкции. Уволить, если мы уже провели аттестацию по этому основанию, можно только если его невозможно перевести на другую работу. У данного работодателя в соответствии с его квалификацией. То есть мы должны работнику либо его перевести, либо он должен отказаться от перевода. То есть вот сразу не соответствует занимаемой должности, сразу увольняем, нет. Сначала мы должны ему предложить другую работу, если она, конечно, у нас есть. Таким образом, увольнение происходит после предложения работнику работать там, который, соответственно, не надо. Даже, к примеру, дворник. Мы должны предложить. Если у него, потому что аттестацию мы провели, в принципе, понимаем, почему он соответствует. Если он ученяет профсоюзу, то мы должны его, соответственно, согласовать увольнение с профсоюзной организацией. В том числе, если у нас есть профсоюзная организация, работник профсоюзной организации должен быть включен в состав конституционной комиссии. Обязательно. Если профсоюзной организации нет, ну и ладно. Нет или нет. Итак, что еще здесь хотелось добавить. Аттестацию можно провести работника грамотно, если вообще у него есть обязанности, под которыми он расписался. То есть, если в трудовом договоре у него написаны его обязанности, если написано, чего он должен знать, что он должен уметь, какими документами руководствоваться, в основном это писано же на основной инструкции. Если у работника нигде не прописаны его обязанности, если он не ознакомен с этими обязанностями под подписью, если он не знакомен с инструкцией под подписью, то провести его аттестацию будет достаточно тяжело. Потому что что он должен выполнять? Где это написано? Где он подписался под этими обязанностями? Нет этого. Поэтому мы будем иметь достаточно слабую позицию, если будет судебный какой-то спор. Если мы проводим аттестацию, то должностные инструкции должны быть все на месте. Работник с ними должен быть ознакомен под подпись. Тогда понятно. Соответствие занимаемой должности говорит о том, соответствует человек должностной инструкции, который по должности, либо не соответствует. Здесь может недостаточно быть трудового договора, потому как в трудовом договоре описывается только функция работника, то есть его обязанности. А в должностной инструкции мы дополнительно описываем, какие документы должен работник знать, какие у него знания должны быть, какие навыки, какой опыт и какие другие вопросы дополнительные. Поэтому должностная инструкция, отработанная, действующая должностная инструкция должна быть и работник под подпись должен с ним быть ознакомлен. Вот тогда у нас есть с вами шанс, если человек подаст в суд на основании того, что он не согласен с результатом проведения аттестации и увольнением по данной статье, мы докажем, что он не соответствует занимаемой должности. Вот его квалификационные требования под результаты аттестации. Далее, что еще здесь может быть, какие проблемы. По результатам аттестации увольнения работника, ну, к примеру, мы проводим у нас аттестационная комиссия. И мы с вами проводим аттестацию в бухгалтерии. Но в аттестационной комиссии нет ни одного человека, который в этой бухгалтерии понимает. Соответственно, если там будет несоответственно занимаемая должность в результате аттестации, будет вопрос, а кто его аттестовывал? Потому что только на одних тестах нельзя принимать решение о том, что человек не соответствует занимаемой должности. Тогда вопрос, кто эти тесты составлял тогда. То есть аттестационная комиссия должна быть квалифицирована, чтобы могли квалифицированно оценить работника и его, соответственно, занимаемой должности. То есть это вот такой нюанс. Следующий пункт. Да, можете сторонней организации. Почему нет? Вы в положении об аттестации пишите о том, что работника, может быть, в аттестационной комиссии приглашены специалисты сторонней организации. С ним исключаете, например, договор подряд на проведение этой аттестационной комиссии и проводите ситуацию. Можете вообще нанять на этот счет диакосазовую контору, которая проведет там аттестацию данных работников. Это вообще будет железобетонно, потому что приходят специалисты, которые как бы в этом деле разбираются. Поэтому здесь та фраза «О судье кто?» она актуальна. Вот что касается аттестации. Следующий достаточно проблематичный вопрос к увольнению – это неоднократное неисполнение работников безусловно причин, трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. В самом статье «Увольнение» уже заложены те вопросы, которые должны быть учтены при увольнении по данному основанию. Первое – это без уважительных причин. Если будет установлено, что исполнение обязанностей было по уважительной причине, а уважительные причины могут быть разные, то, соответственно, увольнения может не быть. Если окажется, что нет дисциплинарного взыскания, то, опять же, увольнение выполнено срушением. Поэтому, что нужно для того, чтобы уволить по данному основанию? Первое – нужно иметь дисциплинарное взыскание, которое действующее на момент вот этого второго дисциплинарного взыскания, на основании которого увольняем. То есть, по общему правилу, дисциплинарное взыскание у нас снимается через год после его наложения. Если от начала дисциплинарного взыскания предыдущего прошел больше года, то оно считается снятым и нету его. Либо оно может быть снято досрочно приказом. То есть мы должны проверить все аспекты. Первое – срок не прошел ли год, а второе – не сняли мы его случайно приказом отдельно. Если у нас есть действующее дисциплинарное взыскание предыдущее, тогда уже лучше. И должен быть следующий проступок, за которым мы уже будем увольнять. То есть предыдущий проступок и существующий проступок. То есть вот это является самым обязательным условием для увольнения по данной статье. Я уже не говорю про специфику расследования, уважительные причины, неуважительные причины, тяжесть проступка и другие вопросы. Соответственно, в приказе об увольнении мы с вами указываем, какой новый проступок человек совершил. То есть за что мы его увольняем. Дальше. В основании данного приказа мы должны будем указать предыдущий реквизит предыдущих приказов. Это в первую очередь. Опять же, для того, чтобы уволить человека за неисполнение своих трудовых обязанностей, этими обязанностями должен быть ознакомлен под подписью. Просто так человеку здесь уволить нельзя. Должен быть конкретный пункт, конкретного документа, который нарушил работник. И с этим документом он должен быть ознакомлен под подписью. Если должностной инструкции нет, никаких инструкций других нет, с которыми работник ознакомлен под подписью, уволить по данному основанию не получится. Не, можно, конечно, сделать, но тогда в суде мы будем иметь очень шаткую позицию. Поэтому, значит, для того, чтобы уволить, там, понятно, приказ, это мы с вами уже разобрали. Первое, что надо выяснить, являлись ли причины неисполнения обязанностей неуважительными. То есть мы должны затребовать объяснительную записку. Это вообще общее правило вложения диспроверных взысканий. А увольнение по данному основанию является одним из элементов диспроверных взысканий. Если мы не дадим работнику возможности дать объяснение по данному факту, то это тоже будет нарушением порядка диспроверных взысканий. Мы обязаны работнику предоставить право объясниться. Именно обязаны. Это может быть устно. Ну как, если устно он написал, то это хорошо. Если он не написал соответствующие объяснения, то желательно, конечно, ему дать уведомление, прошу дать объяснение, которое откажется дать объяснение. Потом акт об отказе дать письменное объяснение. То есть мы должны будем доказать, первое, что мы работнику предоставили право объясниться, а второе, что он отказался это делать. Причем, если он в течение двух дней не дает нам объяснений никаких, то мы и от нас бедны, то мы имеем право его, скажем так, составить акт и уборить его. То есть два дня дается нам по закону 193 статье на то, что человек дал свое объяснение. А комиссии три человек, да? Не менее трех. И все равно кто не обязательно так генералит? Нет, вообще не обязательно. При принятии решения о расторжении опять же трудовых договоров с таким работником должно быть мнение профсоюзного органа, если оно у вас есть. Если у вас его нету, но нету, значит и нету. А можно спросить, вот эти два дня вообще с момента обучения? Рабочих. Это с момента обучения обучения, это первое дело? Да. Он что-то скажет, почему вы обучили все на 5 часов вечера? То есть все равно у нас... Понимаете, здесь вопрос такой, что как суд еще посмотрит. Лучше, конечно, два дня взять туда. Но вас один день не регламентируют никак. А, выставляете на рекламу, да? Да. Итак, в случае расторжения с руководителем профсоюзной организации, если он является лидером профсоюзной организации вашей, то нужно запрашивать вероятное мнение вышестоящего профсоюзной организации. Итак, как мы увольняем по этой причине? Первое. Должна быть докладная записка. Я буду дальше останавливаться по процедуре вообще применения дисциплинарного взыскания, о увольнении по данному основанию дисциплинарного взыскания. Зачем нужна докладная записка? В процедуре увольнения сказано, что у нас, во-первых, есть месяц на применение дисциплинарного взыскания. Поэтому мы должны зафиксировать дату, когда нам стало известно о нарушении. Это дата докладной записки. А дальше в докладной записке должен быть состав нарушения. За что мы хотим его наказать? Представляем работнику право объясниться, дать письменное объяснение в течение двух дней. Если он отказывается от объяснения, то, соответственно, мы ему пишем отказ от дачи такое, дать объяснение. У нас либо письменное объяснение, объяснительная записка, либо акт об отказе дать такое объяснение. Вот. Важный очень пункт. Все наложители на взыскание должны учитывать тяжесть проступка и отношение работника к труду. Этот вопрос могут опустить, этот вопрос могут не рассматривать предприятие решений. Но если будет судебное разбирательство, то этот вопрос будет там подниматься. И если тяжесть проступка, что, например, вам два раза, например, на 10 минут позже дал какой-то докладной, либо еще что-то такое, ну несущественное с точки зрения того, и вы его уволили, то его могут восстановить. И будет очень... Ну, не вовремя сдает документы. Что здесь можно сказать еще? Отношение к работнику труду тоже рассматривается. Ну вот смотрите, есть апелляционное определение там Ямал-Немецкого суда. Человеку уволили по данному основанию. То есть неоднократно исполнил работник по причине своих трудовых обязанностей. Что пишется? Доводы представителя-ответчика о возможности наступления неприятных последствий. А, из материала дела не следует. Что в результате надлежащего исполнения истиции должностных обязанностей предприятию был причинен какой-либо вред или ущерб. Видите, позиции суда. Тяжесть, проступка, отношение к труду, обстоятельства. Они все это рассматривают. Дальше. Доводы представителя-ответчика, то есть работодателя. О возможности наступления неприятных последствий для предприятия ввиду надлежащего исполнения и сон своих обязанностей. Достоверность, несвидействие о новых таковых, так как направлены на будущее и не подтверждены никаким доказательствами. Что-то там может быть в последствии могло быть. Ну и что? А может и не быть. Более того, из материала дела следует, что допущенные истицы нарушения в кратчайший срок устранялись. В том числе и с участием самой истицы путем предоставления дополнительной уточняющей информации, что подтверждается соответствующими письмами. То обстоятельство, что истица имела дисциплинарное взыскание, примененное к нему там такое-то время, не свидетельствует об исключительной необходимости привлечения истица дисциплинарной ответственности в виде увольнения. Это пишет суд. То есть, да, вроде формально все хорошо, вроде есть одно нарушение, вроде есть второе нарушение. Взяли и уволили. Но суд так не считает. Поэтому оценка тяжести и проступка, отношение работника к труду, уважительно-уважительные причины – все имеет свой вес. Везде нужно четко смотреть. Далее. Проверяем наличие статуса ранее наложенного взыскания. Согласован с профсоюзной организацией, если это необходимо. И сдаем приказ об увольнении. Если все правильно, тяжесть проступка реальная, то есть там реально там грубые, там вообще не выполняет обязанности, плюет на них, там все, там лентяй, типа шир, там балагу, вообще не работает. Все нормально, все хорошо. Вот порядок такой. Издаем приказ об увольнении. Доводим его в тридневный срок работнику под подпись. И если его под подпись не доводится, то в таком случае мы составляем акт об отказе, об ознакомлении с приказом. Но здесь есть одна существенная такая вот тонкость. В этом акте должно быть указано, что работнику данный приказ доведен вслух, зачитан и доведен вслух. То есть вы его ознакомили путем того, что просто ему зачитали. И он отказался подписывать. То есть факт ознакомления работника должен быть подтвержден. Потому что если он не подписался в приказе, а вы просто ставите акт, то можно узнать вопрос, а вы доводили до работника содержание приказа? Он сказал, никто ничего не зачистил. Я подпишись под приказом, я сказал, не буду. Содержание приказа не знаю, за что меня влияет, не знаю, ничего не знаю. Но в акте вы пишете, что приказ доведен работнику вслух. От подписью он отказался. Содержание приказа доведено до работника вслух. То есть это обязательно нужно сделать. В самом акте это прописать обязательно. Не в течение трех дней, пожалуйста, за один день. Три дня это максимальный срок. То есть в день в день, пожалуйста, пускай подписывается. А ну сколько, понятно, три максимум? Три максимум. То есть у вас должно быть, в три дня вы должны уложиться. Но он может подписывать приказ. Плюс того, он не хочет подписывать приказ. Плюс на самом приказе должно быть написано в соответствии с требованиями Трудового кодекса, что работник от подписи отказался начальник отдела кадров такой-то. Специалист по кадрам делал. Кроме акта на самом приказе еще должна быть запись. Это требование Трудового кодекса. Ну если вы сегодня издали приказ, и сегодня его увольняете, то по большому счету день в день. С одной стороны, с другой стороны, вы смотрите. Ведь когда вы издаете приказ, надо еще все рассмотреть. Если приказ вы издали, к примеру, ну вот сегодня, вот сейчас, 3 часа дня, и вы издали приказ. Но вы не успеете его рассчитать сегодня реально. Зачем вы это делаете? Пускай завтрашний днем пройдет, а приказ сегодня распишется. Вот и все. У нас, соответственно, в Трудовом кодексе написано, если работник не получает Трудовую книжку, если вы его вызвали, и он ее не получил, то ставьте акт. И опять же, пошлите ему по адресу соответствующее уведомление о том, что он должен получить Трудовую книжку. И прибыл, все, да. С момента того, как вы отправили ему вот это вот уведомление по почте, это с вас занимается ответственность. Про акт ничего не сказано, там просто акт составляется с... Акт составляется именно на отказ. Ну, об этом тоже. Если он присутствовал, да, отказ. Но все равно вы должны направить ему по маму, что... Понимаете, если он вот у вас здесь стоит, и он отказался получать, по свидетелям, составьте акт еще на всякий случай. А по свидетелям нет, уведомление достаточно? Вообще уведомление достаточно. Уведомление достаточно вообще. Уведомление в день? День нет, день в день. День увольнения, день увольнения. И у вас в документе, в котором вы направили о том, что вы ему эту телеграмму, у вас должны совпадать. День в день? Да. Да, то есть вы идете домой через почву. И только так, и никак иначе. И на следующий день после этого вас начнется? Нет. Нет, потому что у вас будет день задержки выдачи трудовой книжки, и инспекция по труду может к вам привязаться. Если будет плановая проверка, у вас все увольнения по статьям у вас будут проверять. И вот нет, вовремя выдана трудовая книжка, не вовремя отправленное уведомление необходимости привязать трудовую книжку, будет рассчитано как нарушение. Потому что когда человек увольняется, в день увольнения положит трудовую книжку, у тебя полный расчет. Не описываешь на следующий день. Выдаю трудовую книжку, подписываю необходимый документ и окончательный расчет с работником. То есть вот это вот общее. Какие здесь могут быть проблемы, ошибки, которые бывают? Ну, первое, как я уже говорил, типичная ошибка, это работник не ознакомлен с обязанностями. В должностной инструкции нет подписи. Какой-то инструкции, там, к примеру, по работе с каким-то оборудованием или по проведению каких-то мероприятий, он не ознакомлен под подписью. То есть, соответственно, вы не можете его уволить по данному основанию. Дальше. Сами трудовые функционалы установлены нарушения трудового законодательства. Или вы его наказываете за то, что, в общем, что, ну, не в ходе его обязанностей. То есть не по должностной инструкции, не по какой-то инструкции. Потому что, грубо говоря, вы ему поручили там выполнять какую-то работу, ну, дополнительную работу, он ее не сделал, вы за это решили его наказать. А он ее и не должен был делать, ну, по документам. Это просто было его, как бы, там, добрая воля или еще что-то, но он ее не сделал. А никаких письменных свидетельств к этому нет. Потому что, если что-то сверху, должно было быть оформлено до соглашения, это расширение зоны обслуживания, совмещение профессий, он ничего не сделает. Поэтому наказания здесь нет. Что еще? Нет вины работников в совершении проступка. К примеру, вы должны подать какой-то отчет вовремя. Вы уже несколько раз напоминали подразделениям, которые должны отдать исходную информацию. Вам ее не дали, вы отчет вовремя не подали. А вы должны его подавать. Соответственно, вашей вины в этом, ну, нет. Вы можете представить, что вот раз уведомление, там уведомление, звонили, говорили, куча свидетелей, вам они дали информацию. Ну, вот я к примеру говорил. Если работник имел уважительную причину. Вот возьмем, к примеру, следующее. Жара вот сейчас. Крадиционер не работал. У работника температура в помещении большая. Работник сделал несколько ошибок. Он легко докажет, что было уважительной причиной. У него заболела голова, поделось давление, можно померить все остальное. То есть этим играться не надо. Тяжесть, проступка. Вот одним из заблуждений, которые есть, что раз опоздание на работу, два опоздание на работу, три опоздания на работу, увольняю. Не надо, не надо этого делать. Это как раз тому, что тяжесть, проступка не позволяет увольнять. То есть раз на десять минут, два на десять минут. За это увольнять, я думаю, что суд встанет на сторону работника. Это выговоры ему объявите, замечания ему объявите, еще что-то такое, но не увольнение. Увольнение это, понимаете, эти вот, скажем так, вот это может быть дополнительным являться каким-то фактором, но не основным. У нас штрафов нету, понятия. Вы можете выплатить премию в определенном размере. Дальше. Вы также можете случайно в предыдущем нарушении взять и объявить работнику невыкого расстройки выбора. Может, у вас кадровик, еще старый формат, еще полный 500, там был стройник. Я написал ему стройник, работник расписался, а на самом деле строго выбора нет, поэтому изыскания нет. Дальше, что может еще быть? Все хорошо, все замечательно, все великолепно, но прошло уже больше месяца дня нарушения проступка. Отпусков не было, больничных не было, отсутствия работника не было. Вы просто затянули время принятия решения. Опять же, вы ничего не можете с этим сделать. То есть вы можете взыскание наложить, но если будет оспаривание просто по тому, что вы нарушили сроки, хотя бы все правильно сделали, все, и работник действительно виноват, и все правильно, все четко, и все хорошо, но вы сроки нарушили, и на этом основании не будет считаться применением с изыскания. Вам его вернут. А вы читаете по тому, что, например, на второй секретаре... Вот и говорит, докладная записка. А, в другом времени, в докладной записке, я написал, что я начну на данное отстание, и второй месяц. Плюс месяц. Последний день. Да, последний день, и все. Поэтому вот со сроками очень аккуратно. Сроки должны быть все отслеживатели. Потому что может быть такое, я, например, большая, много согласования. Пока обнаружили, пока письменное объяснение, пока то 5-10, потом кто-то в воду, кто-то заболел, кто-то еще чего-то там, потом генеральный в командировку уехал. Еще какие-то раз, приезжаем, а все, сроки вышли. Смотрите, допустим, вот он, да, 2 февраля, это докладная записка. А совершил он в дисциплинах... Нет, с момента того, как стало известно работодателю... Как работодателю стало известно о проступке, об обнаружении проступка. С момента докладной. Да, с момента докладной уже была. Почему докладная важна? А докладная, я не знаю, кто дает, наверное, руководитель. Какая структура подразделения, кому-то нужно ее подать. Но это как или документы оборудования. То есть это что касается неоднократного исполнения работников без влаженых причин других обязанностей. То есть по практике может быть такое, что звонит руководитель, говорит о том, что надо человека уволить, тот и не делает, тот и не делает, пятый и не делает, десятый не делает. Мы, естественно, спрашиваем, я спрашиваю, вопрос задаю. А документы? Ничего нет. Или хуже? Говорю, хорошо, а эти обязанности его должны... И вот, как классический случай был недавно у меня. Приходит докладная записка. Работник вот это вот сделал, вот это, из-за этого мы вот здесь влетели, здесь вот это, вот это, вот это. Хорошо, да, есть такое все дело. Говорю, окей. Докладная записка есть, что я сразу требую? Дайте мне должностную инструкцию работать. Друг должностную работу, инструкцию работать. Да, он там знакомит, все хорошо, замечательно, подпись есть, и все. Читаю. Я не понял, а где эти обязанности, что он должен делать? Ну, мы ему там как бы, вот он там у нас на общем-то там основании что-то делает. Я говорю, стоп, все. Приехали. Что он нарушил? Устную договоренность, извините, устную договоренность у нас не будет в суде как-то. Поэтому либо вы оформили в удоб-соглашение о исполнении каких-то дел, либо все, ничего не прокатывает. Я думаю, что мы договоренность соглашения исполняем, что это дело не так, если должностную инструкцию. Но мы доп-соглашение, потому что за должностную инструкцию он уже работает. Он получил договор, закручивается. А доп-соглашение дополнительно за отдельную плату. Вот, поэтому совмещение, да. Поэтому здесь такая ситуация. То есть вот это бывает. Еще хуже бывает, что работник как-то что-то не делает, а там вообще ничего не надо. Просто звонок, ни докладных, ни нарушений таких, ни фиксирует, ничего. Плюс еще, если он неоднократно исполняет обязанности, давайте его уволим, потому что он тогда не исполнил, тогда не исполнил. Вот это не сделал. Я это все всегда услышал, говорю, я не понял, а где у нас неоднократность? Где у нас один выговор, замечание, второе где? Третье где? Что есть неоднократность? Ну, он же тогда-то на него, панель, неоднократность означает, что у нас есть один приказ, второй приказ, третий, четвертый, двадцатый, сотый, неважно. Но если этого нету, неоднократности нету. Все, проехали. Мы начинаем все по новому. Значит, фиксируем это нарушение как первое, со всеми делами, дальше пойдем туда. То есть вот здесь вот особенность. И, как я вам привел пример, вопрос, связанный с оценкой тяжести проступка и отношения работника к работе. Этот, я вам просто показал пример, суды это тоже рассматривают. То есть они будут рассматривать все обстоятельства дела. Не только то, что формально, вот у нас есть приказ о взыскании первой, вот второй, мы его уволили. Они будут рассматривать все. И тяжесть проступка, и отношение к работнику, и оценка тяжести проступка к событию увольнения. Они все будут рассматривать. Ну, если с этим нарушением, как бы, вроде так, немножко прошли, дальше прогул. Прогул – это в самом определении прогула есть четкая его классификация. То есть это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин, опять же, без уважительных причин, независимо от или в течение рабочей арестменности, а также отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд. Не то, что здесь полчаса не было на работе, здесь полчаса не было, здесь полчаса не было, здесь полчаса не было. Должно подряд в течение рабочего дня смену. С кем бороться? Ну, сделайте ему этот, как бы, уменьшите ему выплату, пропорция отработанного времени. Какие проблемы? Давайте, с вами можно много чего сделать, надо только нам на этот счет все понимать. Как оно у нас? Итак, что здесь главное? Четыре часа. Мы должны доказать, что работник отсутствует на работе четыре часа. Вы посчитали, что четыре часа, написали в бумагу. У вас есть система автоматизированного доступа, контроля. А система показала, что работник отсутствует на работе. Три часа сорок минут. Уже под прогул не проходит. Можно зарплату доказать. Четыре часа одна минута человек говорит. Я вам говорю, просто случай, когда до четырех часов немного не дотягивает. То есть четыре часа одна минута. То есть все будет рассматриваться и все будет тренироваться в пользу работника. Поэтому, то есть это прогул. То будет просто отсутствие на работе работника. Не прогул, а отсутствие на работе. Просто нужно будет затабилировать то, что оно отсутствует. Взять и объяснить. Уменьшить заработную плату на этот счет. Итак, процедуру увольнения за прогул. Первое. Это вообще не первое. Это составляем акт об отсутствии работника на рабочем месте. То есть фиксация отсутствия человека на рабочем месте. Мы еще не говорим про прогул. В любом случае это фиксация. Акт об отсутствии работника на рабочем месте. Если там у нас проходит четыре часа и более, то мы уже классифицируем это отсутствие как прогул. Просто как прогул еще. Пока мы говорим. Это прогул. Мы не говорим по уважительной причине или без уважительной причине. Это прогул. Соответственно, это мы фиксируем в табеле. Ставим и на это. Потому что еще мы не классифицировали это прогулом как положено. То есть нет приказа. Букву «П» мы можем поставить только когда издадим приказ о том, что это у нас прогул. Докладная с приложением акта от руководителя. Дальше уже по общему правилу мы должны с вами затребовать у работника письменное объяснение. Либо он отказывается от такого письменного объяснения. В любом случае, при любом увольнении работник, например, это его наказание является, должен дать письменное объяснение. Либо отказаться его давать и мы ставим соответствующие акты. В любом случае. Без письменного объяснения это очень трудно сделать. Дальше мы с вами разговариваем о таком варианте, как длительный прогул. Потому что там формально нет объяснения. Там другой немножко подход. Дальше. Вот это важно. Признание работникам причин отсутствия как неуважительных. Вот тогда мы квалифицируем как прогул, как нарушение. Что у нас говорит практика? Вот пример. Работник строительной компании прогулял работу. Отсутствовал. Вызвал врача, пожалуйста, на давление. Врач пришел, зафиксировал, больничный не дал. Ну не дал, не стал брать. Это не столь важно. Потому что больничный это основание для выплат определенных. Ну и как бы формально то, что человек прогулял по уважительной причине. Работник пришел на работу. Написал письменное объяснение. Ему это зафиксировали как прогул и уволили. Естественно работник подал в суд. Факт того, что к нему приходил врач, был зафиксирован. Потому что был вызов, был в журнале. Все нормально, все хорошо. То есть причина отсутствия работника является уважительной. И по этой причине, соответственно, нельзя его квалифицировать по этому, и нельзя его уволить. Секундочку. Вы обязаны рассмотреть все вопросы и выяснить причину уважительной или неуважительной. Он вам написал в действительной записке, что я вызвал врача. А можно затребовать в этот клиент? Можете. Проблема. Конечно. Пожалуйста, пишите запрос в поликлинику. Скажите, у вас есть время. Можете сходить туда с письмом, чтобы не бегать. Почему нет? Дают, конечно. Вы же просите его не о болезни спрашиваете, не о чем-то, просто о факте. Был ли вызов врача или нет? Дальше. У вас прорвало трубу. Вы, соответственно, и у вас по каким-то причинам, странным причинам, у вас на телефон в чем-то не работало, вы не могли позвонить, сказать. Вы отсутствовали на работе, больше четырех часов, у вас прорыва труба. Вы приходите, начинаете говорить, вас опять же увольняют. Опять же, причина прорыва трубы у вас конкретно, это является уважительной причиной. И вас нельзя уволить по этому основанию. Дальше может быть такая штука, что, например, мама заболела ребенком. Пока бабушку позвали, что она посидела, она сидела ждала врача. Ну вот, пока врач не приехал. Поэтому у вас тоже каких-то документов может не быть. И если вас по этому основанию уволят, опять же, вас восстановят на работе, потому что это уважительная причина. Поймите, что набрал, если он вам набрал, значит, тогда вы будете этот вопрос, на этом вам дается выяснение обстоятельств. А если какой-то сговор был или еще такой, ну, что дальше теперь. Другая штука. Вам приносит больничный. Вы его проводите, а он подделен. Что дальше? У кого? У вас-то причем нет. Это его отношение с уголовным законодательством. Вы с точки трудового. Что такое? Что это означает? Это означает, что у человека прогул. Реальный прогул. Причем больничный проверяется просто на раз-два. Работникам сколько можно говорить об этом, они все время не верят в это. Которого много больничных прошло, кого они уже чувствуют. На свет, на шершавость. Но то, что они почувствовали. По шершавили. Пальчиком помазали. Еще ничего не говорят. У вас должен быть официальный ответ. То есть можно запрос по поликлинику. Или проще ФСС. ФСС все, они строго отчетности. Все эти бланки. У них это проходит по базе. Мы ФСС запрашиваем. ФСС запрос в течение двух дней они вам отвечают. Мы по факсу, мы по факсу ответим. Все, все четко. Ну, вам нужно, чтобы оно было, как видим, письма, с подписью, с печатью, с подписью, по факсу. Потому что электронка, она, понимаете, у вас нет с ней электронных документов оборота с усиленной подписью. Вот. Итак, самое главное, вот отсюда, из определения, что мы должны квалифицировать это неуважительной причиной. Понимаете? Если у нас был какой-то там, попал в пробку, затор, а мы реально знаем, что там был затор, там была пробка, там вообще он не мог добраться, рядом не было метро, мы не мог бросить машину, поэтому было отсутствие на работе, там авария была. Если действительно реально это можно подтвердить, там, не знаю, суд может Яндекс запросить, ситуацию с ГИБДД или еще что-то. Поймите, что суд имеет больше полномочий, как бы что-то кого-то запрашивает, свидетеля запрашивает. Но если вы формально подошли к этому вопросу, человеку уволили, глубоко не разобравшись, то суд будет разбираться с этим делом. И так как он стоит всегда на страже работника, то вы будете доказывать, что вы правильно уволили. Тяжесть, проступка. Опять же, тяжесть, проступка здесь тоже рассматривается. Ну, если все хорошо, он реально писал, ну, извините, бес попутал, там вчера вдруг гуляли, как бы убивали, там, за его здоровье, поэтому вчера у меня была больная голова, там, или еще что-то. Или вы просто захотел идти на работу. Бывает такое. Все нормально, все хорошо, тяжесть, проступка, может быть, у него были предыдущие какие-то нарушения, которые мы его не наказывали, потому что за это можно сразу уволить. Но мы некоторый раз его жалели, когда у нас были там отсутствия на работе длительные. Но мы говорим, что все, терпение не сякло, поэтому тебя увольняем. Вот, издаем приказ, опять же, в течение трех дней на подподпись, если он не подписан, значит, акт составим, книжку выдаем, документы выдаем, окончательный расчет. То есть все вот это процедура, которая у нас идет. Когда работник появился после прогулки, это как бы простой вариант. Он появился, то есть мы вот реально его увидели, реально поймали его, сказали, давай объяснение, он ему как-то дал, не дал, не важно, но он объявился. Самый больной вопрос, когда потеряшки. То есть ушел и все. Ни ответа, ни привета, ничего нет. Это самый больной вопрос. Причем судебная практика здесь достаточно такая, она спорная. Здесь, опять же, есть два варианта. Вот его не было два месяца, мы его ждали, и тут он появился. Тогда точно такое же основание, ну, как у всех, то есть и шелестнительный, и все остальное, тут все хорошо. Хуже второй вариант. Нету. Ушел в небытие, в будущее, не знаю куда, ушел, короче. Но его не можно найти, на этой планете находится, неизвестно, кто находится. Ну, вот, но его нету. Мы не имеем света, не знаю. И тут в чем проблема? Проблема в том, что мы должны, в принципе, его уволить. Но мы же с ним вписанное объяснение не можем получить. То есть мы формально не можем выполнить там, если мы встретим статью, то есть мы его не можем уволить по этому основанию. Что же нам делать? Может, не будем его уволять, пускай он висит, это потеря сознания. Но, нет, почему мы возьмем, когда на время отсутствия основного работника. И все. В чем здесь, что мы с этим можем сделать? Первое, что мы должны сделать, это принять все меры к розыску работника. Все меры. То есть телеграмма по тем адресам, которые мы знаем. Если это как-то мы можем дойти до него, то есть, ну, в Москве он живет. Мы возьмем трех человек, отпустим с работы, чтобы они до него доехали до квартиры. Они приедут, комиссионно засвидетельствовали, что работник, говорит, дверь не открывал. Или они слышали там бормотание, и он как бы пись на объяснение не дал. Но здесь позиция такая, знаете, она немножко, а кто там был за стенкой? Он ли был? Ну, скажем, у меня там не было, там кто-то, брат с ванной или еще кто-то. То есть желательно, конечно, увидеть его лицо. Замечательно. Но мы должны принять все меры. Мы должны, мы можем написать запрос в МВД местное по поводу розыска. Они, правда, не обязаны нам отвечать, потому что мы не родственники, мы никто, но в основном они идут навстречу. То есть в суде должно быть, скажем так, работодатель принял все меры для того, чтобы выяснить причину отсутствия работника, вообще где он находится, все меры к его розыску. То есть это не одно, не одна телеграмма, не одно письмо, не одно, там, уведомление, не одно. Это должна быть система все. Все меры должны быть приняты. Дальше. Формальный вопрос, еще правильно должны быть уведомления, быть направлены. Формальный вопрос связан с тем, что мы должны предоставить работнику запросить с него объяснение. То есть если просто отправили телеграмму, то у вас что остается на руках? Квиточек о том, что вы ее отправили, да, а содержания там нет. У вас есть копия, отлично, копия с подписью, там, почты о том, что они приняли. Либо это ценное письмо с описью. То есть вы должны будете в суде, если друг себя приняли, доказать, что вы направили не просто сказать, здравствуй, там, когда ты к нам придешь, телеграмма, к примеру, а именно телеграмма была направлена и письмо, там, еще что-то, именно с целью нахождения его и то, чтобы он дал вам объяснение по факту своего отсутствия. То есть вы работника, скажем так, уведомляли его о том, что он должен дать объяснение. Дальше он вам не давал, но вы зафиксировали факт, что вы ему это право давали. Ну, когда ценное письмо, да, потому что там опись, там, не важно, может, как угодно отправить, важно, что мы должны знать, что вы отправили именно те документы, которые нужны. Именно уведомление о том, что он должен дать письмо объяснить, именно вот это все, не просто кроитанция какая-то, вы должны в суде показать, что вот, что мы ему отправляли. Вот. Дальше. Телефонные звонки. Некоторые говорят, что по телефону он нам, типа, мы дозвонились, он нам сказал, что там придет или что-то не ответил. Телефонный звонок не будет являться в своей доказательстве, если вы его не записали. Потому что это, опять же, слова. Либо на устройство, либо на громку, по диктофон, либо еще, но вы должны доказать, но вопрос другой, что еще, а вы конкретно с ним разговаривали, вы по разговору поняли, что это он? Он скажет, что это он. Ну, вы должны это все записать. Либо поставьте на громку и при свидетелях это делайте. У вас должно доказать, что у вас был этот разговор, состоялся. Не просто слова, а какие доказательства. Ну, попробуй сказать. Либо громкая связь, либо есть возможность, к примеру, у вас сейчас телефона подсоединить на линейный выход, диктофон подсоединить, в этот момент зафиксировать. То есть вы должны зафиксировать этот момент. Потому что если просто мы говорили с ним по телефону, это ни о чем. Вот, также Я читал судебную практику о том, что работник Работник отдела кадров направлял уведомления о том, что дать письменное объяснение работнику. Ну, именно собирал вот эти вот чеки, потому что квитанции все. А сам текст телеграммы нет. И в суде было как минус работодателю, что не было доказано, что работодатель пытался объяснение взять. То есть текста телеграмм не было, непонятно, что было. Поэтому, говорю, тексты должны быть. Если мы все вот это вот в принципе сделали, то есть тексты телеграммы у нас есть, мы приняли все меропросы, у нас мы отправляли людей на то, чтобы его находили, его никто не нашел, ничего не случилось. То есть на все требования он молчал, то мы принимаем решение в его увольнении. Бывают случаи, вот в судебной практике, до этого не дошло, до этого не дошло, я знаю историю о том, что работник, 3 месяца не плевелся на работе, его что собирались увольнять, все, и он появился. И оказалось, что он поехал куда-то в знакомый во время выходного куда-то в другой совершенно район, там они выпили, получил по голове чем-то тяжелым, пролежал в больнице 3 месяца, соответственно, там 40 памятник потерял, потом еще что-то. Вот тут он появился. Все официально зарегистрировано, там все-все эти дела, то есть тут вот он появился, все, тут с уважением причины, то есть это уже неправда. Вот, ну просто может такое быть. Нет такого понятия, какого времени, это вы принимаете решение себя, я бы как-то 3 месяца подождал, в принципе, еще. В чем еще проблема в длительном прогуле? Дата увольнения. С какой даты вы будете его увольнять? Если говорить о трудовом кодексе, то у нас четко написано, что днем увольнения является последний день работы работника. Соответственно, получается, днем увольнения прогулщика длительного является что? Является его последний рабочий день перед прогулом. Что является неким абсурдом, потому что если вы уволите его этой даты, то самого прогула нет. Потому что дата предшествует нарушению. Но дата приказа же текущая, то есть дата приказа, там, день сегодняшний, а дата увольнения 3 месяца назад. Суды на это смотрят, в принципе, нормально. Потому что здесь просто формальный признак, что рабочий день должен быть последний именно дата работы. Это первый вариант, который есть. То есть последний рабочий день. Почему бы практика двойственная, судебная. Второй вариант – это день издания приказа. Такая судебная практика тоже есть. Здесь уже лучше вопрос решать с юристами, со своими, то есть как они считают более правильно, с точки зрения юридической. Но и та практика, и эта практика, она существует. Это вот что касается прогулок. Теперь вопрос, связанный с выпиванием. Стояние алкогольного, наркотического, инотоксического опьянения. Здесь что у нас, какие вопросы. Первое. Что должно быть? Работник должен находиться в состоянии опьянения на территории работодателя. Дальше. В рабочее время. Поэтому территория работодателя, то есть где его рабочее место. Нужно зафиксировать опьянение. То есть это либо акт, либо там медицинские осмолы, соответственно, свидетельства. Но вот здесь главным является следующий пункт. Отстранить работника от работы. Вы обязаны это сделать, как только вы зафиксировали его состояние опьянения. Если вы этого не сделаете, соответственно, вы нарушите требования законодательства. Ну да, потом докладная, опять же, акт, докладная записка, то есть все, вот это все как положено. Потому что статья 76 говорит о том, что вы обязаны остроить работника от работы в этих условиях. Вы обязаны, и этот приказ должен быть у вас фигурировать в деле, обостроение работника от работы. Вы обязаны это сделать тут же, сразу же, в момент, в тот же час. Дальше. Фиксация опьянения. Как вы зафиксируете опьянение? Его фиксируется, ну, вы сначала же никуда его не отправите. То есть первое составление – акт. То есть в акте у вас должно быть написано, что работник находился в состоянии опьянения. Причем состояние опьянения, что писать? Вы же не будете писать «запах алкоголя за рта». Это не является основанием опьянения. Потому что многие лекарственные средства, даже те же сердечные средства, от них такой запах идет, что, по-моему, спиртовая основа есть. Поэтому есть такая штука, как… Документ здрав, он издает приказ о том, как свидетельствует водителя на состояние опьянения. То есть у них есть понятие – легкая степень опьянения, средняя, тяжелая и кома алкогольная. И вот там расписано, что там, какие там состояния должны быть. Состояние кожного покрова, координация движений, зрачки и все остальное. То есть оттуда можно взять формулировки. Ну вот, к примеру, там, легкая степень опьянения. Что пишет у нас Нездрав? Это незначительное изменение психики. Замкнутая, вспыльчивость, там, эйфория, смех, там, еще какая-то отсутствие пострадания внимания. Дальше потливость, повышенная тахикардия какая-нибудь, там, нарушение двигательных рефлексов. То есть походка меняется, шатание, неустойчивость. Вот, запах алкоголя потом идет уже. И так у них все это описывается, вот эти все вопросы. Поэтому нужно описать именно недееспособность работника и то, что действительно ярко выражена степень опьянения. Причем самое, что интересно, в нашем законодательстве написано в состоянии опьянения. Степень опьянения здесь не важна. Даже легкая степень опьянения, я выбрал бутылку пива, уже является опьянением. В отличие от водителей, где нужно определенную дозу прамили, здесь этого нет. А мы считаем, что самым выводим, что мы делаем в состоянии опьянения? Да, вот у них же есть вот это вот именно, вот как оценивать состояние опьянения. Дальше потом, если мы уже все это дело сделали, мы должны работника, уже дальше применять за ум с исками. В принципе, мы должны составить акт и предложить работнику пройти медицинское освидетельство. Ну, чтобы совсем было хорошо. Если он откажется, то вы составляете с легким сердцем, что работник отказался от прохождения соответствующего освидетельства. Если он не отказался, то придется его ввести. Что еще можно сделать? Конечно, вот и что делать. Что еще можно сделать в этом случае? Сейчас в продаже есть профессиональные... Аппараты, которые определяют наличие алкоголя в отдыхаемых парах. Как у ГИБДД. Алкотестеры. Ну, профессиональные алкотестеры. Вот эти вот трубочки непонятные, приборчики непонятные. Алкотестеры, которые начинают стоить там от 40 тысяч, чем они стоят. Профессиональные алкотестеры. Которые должны быть у вас сертифицированы. Должны пройти поверку. Там они раз в год проходят поверку. И дальше соберена процедура проведения вот этих вот дел. Причем по инструкции, как там написано, брать пробок. Алкотестер распечатывает практически мини-акт. То есть там он пишет свидетели, прям подписи, состояние наличия пароля алкоголя в окружающей среде. Потом наличие алкоголя. То есть это все описывает, и это тоже будет являться доказательством. Вы можете это приложить к приказу. Потому что он должен быть профессионально сертифицированный и поверенный. И правильно примененный. Потому что там есть определенное количество времени, пока он греется. Там есть понятие, что при каких условиях он там нельзя применять. Человек только покурил. Или только стакан опрокинул. Или еще какие-то вопросы. То есть там есть прям технология проверки. Вы должны ее соблюдать точно. Но это является большим отспорьем, если вы это используете. Особенно если у вас водитель, это просто ура можно использовать. Итак. Как мы увольняем акт? Отстранение от работника. После этого направляем на медицинское освидетельство. Либо фиксируем отказ. Все фиксируем. Отказался, фиксация. Все фиксация. Объяснение работника требуем. Если он отказался, то это объясняет. Составляем акт. Ну и дальше уже, как положено, там приказ, тяжесть проступка. То есть все вот это может смотреться. Опять же, тяжесть проступка здесь смотрится. Понимаете? Я думаю, что суд может стоять, скажем так, стоять на сторону работника, если он скажет, что у него запаха были, потому что вчера родила дочь. Он немножко праздновал. Может. Все же обстоятельства рассматриваются. Может, и встать. Итак, акт, отстранение, сискосвидетельствование. Это его уже как бы смотрели. Объяснение работника, соблюдение процедуры, задание приказа об увольнении. Доведение, опять же, в трудневный срок. Это вся процедура полностью. Акт об отказе. Выдача трудовой книжки. Необходимый документ. Ну и окончательный расчет. То есть, вот как бы, мы с вами рассмотрели четыре увольнения по инициативе работодателя. Какие могут быть там вопросы, как это происходит. И последнее, что я хотел сказать, это вспомнить. У нас везде написано, что процедура наложительственного разыскания. Что такое процедура наложительственного разыскания? Первое, что, во-первых, у нас взысканий всего три. Замечания, выговоры, увольнения. И вот в статье 192 как раз и написано, что применяя к работе концепциональное взыскание, работодатель должен учесть тяжесть проступка и обстоятельства, при которых он совершен. И не важно, какое это нарушение. 192 статья Трудового кодекса. Понимаете, это записано в самой статье. Поэтому о том, что вчера у него родилась дочь, он немножко как бы выпил от него, как бы есть определенный там, да, и у него есть как бы остаточное явление. По большому счету это увольнение. Но суд может стать на место обстоятельства, нарушения. А он напишет, объяснит ему грамотно. Он все это расскажет в суде и все остальное. Я думаю, что он может. Конечно. Естественно, у нас это просто так будет. Так, в Трудовой книжке пишем фразы, здесь появление на работе. Пишем ровно так, как написано в данной статье. Там у нас, сейчас скажу, у нас вот что-то написано. Возраст первого статья звучит. Расторгнут по инициативе работа. Это расторжение написано. Ну, написано. Вот здесь вот идет у нас расторжение. Даже статья четвертая. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. У нас же расторгает. А вы знаете, я тоже совсем встала. У нас даже карта 77 статья. Здесь, например, где написано расторжение. Да, а есть дюрок? Да, это есть. Так, так, так. Ну, посмотрите. Это уже касается трудовых книжек, это немножко другая. Расторгнут, уволен. Есть ли такое сделать? Это вот следует отсюда. А где-то уволен, где-то расторгнут. Итак. А где-то приключен. Где-то приключен. Следующий вопрос, который идет. То есть, опять же, общая 23 статья говорит, что всегда, в любом случае, должно быть затребовано писанное объяснение. То есть вы должны доказать суду о том, что это объяснение вы требовали от работника. Свидетельские показания, уведомления, электронная почта, еще что-то. Вы должны все это доказать. И на один проступок одно взыскание. То есть, если окажется, что за прогулку человеку объявили выковы и уволили, это является нарушением его. То есть, он будет все отменено. Ну, и опять же, вы обязаны в тренденный срок с момента объявления взыскания работнику дать его под подпись. Если он отказ, оставить А. Но на самом приказе написать, что от подписи отказался. Это требует другого подписьа. На самом приказе тоже должна быть подпись. Ну, там один человек расписывается, что отказался. Ничего не ходил и кадров там. Или специалистом, да. А вот акт, это уже три человека. Там нет. В акте. Все в акте. Порядок применения в статье, опять же, статья. Докладная, объяснительная. Приказ в трудовую книжку, если это увольнение мы вносим, взыскать. Потому что есть просто выговор, никуда это не вносится. Только в приказе остается. И в личную карточку работник, опять же, есть эту увольнение. То есть, вот в принципе, что касается вот этого вопроса. Часть 6, 81 статьи говорит, что мы можем забыть об этом. Что по институту работодателя, за исключением ликвидации, нельзя уволить работник в период на трудоспособность в период перебивании в отпуске. Мы должны это дело смотреть. Мы объяснение взяли, мы все это дело взяли, все, кроводник заболел. Ждем, пока он выздоровеет. Тем более у нас есть срок, на время болезни пролонгироваться месячный срок до полугода. Если он в отпуске, то ждем, когда он вернется из отпуска. Нельзя во время больничного или отпуска уволить человека. Это написано в 181 статье. Если он нет, если он истекает строчный трудовой договор, от него все из первой статьи. Если он увольняется, он заболел, и договор заканчивается, он расторгается, потому что больничный оплачивается и все. Дальше. С беременной женщиной нельзя расторгаться за по институту работодательству и ликвидацией. Часть 1 статья 261. Он беременна, вы не уволите в статью. По инициативе работодателя написано. По инициативе работодателя, за исключением ликвидации. Смотрите, вот единственный случай, когда нужно вылететь, она умеет обязанности. Это когда время на отсутствующем. Мы берем в статью. Но это не 181 статья. Мы говорим про 181 статью. Вот. В принципе, это все, что я вам хотел рассказать. Более подробно, если кто-то хочет по вопросам применения кадрового... По кадру делопроизводства трудового законодательства. В своем учебном центре специалисты и соответствующие курсы, которые были не только я, но и другие специалисты, где я вам более подробно рассматриваю данные вопросы. Также вы можете получить, если пройдя курсы, и дипломы повышения квалификации, удостоверения и профессиональные переподготовки. Если человек полностью проходит, там несколько курсов. Скажите, а медно следите, ну куда нужно сейчас? В поликлинике. Обычные поликлиники? Любое, где могут они провести анализ, плюс, и станут лицензия не требуется никакая при этом. То есть, любая поликлиника? Любая поликлиника может это сделать. А вам заделить? Естественно, бесплатно, не точно. Есть классучные поликлиники, есть травмопункты, есть другие вопросы связанные. И еще скажите по поводу прогулок. То есть, начальник просил, вы уйдете в руки, которые 8 раз за месяц, опоздали на работу на 5, 10, 15 лет. Это совершенно без перспективы. Без перспективы все это. Даже если объявляете и выигры. Выигры объявляете, все это объявляете. Понимаете, когда будет серьезное нарушение, вы уже можете доложить, то есть вы показываете отношение к труду. Хотя, опять же, то, что 5 минут, это, вы понимаете, это может, она бесит, не писала больше, чем вы за это. Понимаете, это я бы не рисковал, не стал бы этого делать. Просто такой человек. Я пришел, сказал, Маша, давай мы здесь трудовой день не с 8 часов, а с 8.30. Достался, имейте этим соматическим. Или вставай пораньше. Ну, бывает. Процент от премии там 10. Вот, процент от премии вообще не вопросов. Вообще не вопросов. Редактор субтитров А.Семкин